МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюду, сусветный день психичного здоровья, медики рассказали, как его заховать. Молодь, мир, сяброуство. Представники региона нафестивалю в Сочи отримали значки делегатов. А зараза бгэтым и иншим больше подробязна. Пиролик вида у рамесной деяности поширается в Украине. Гэта продуглежена указом номер 364 о выжитявлении физичными особами рамесной деяности, який подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. У пиролик включены усе виды творчасти, яке житявляются на основе ручной працы. Удакладняются места и способы реализации продукции. Рамесники смогут продавать вырабы непосредственно у майстернях, доставлять и пересылать товары покупникам. А так само рекламовать свою продукцию у тымлику у интернете. В принятиях этих мер закликано саденешать развитию народных промыслов, захованию промножению традиций ручной працы, а так само включению процессдольного насильництва у экономичную деяность. Указу выходить у пакет документов, накерованных на развитие предпринимательства и стимулирование деловой активности. И еще один документ, подписанный напереды дни президентам, поширая махчимости для оказания послуг у сферы агроэкотуризма. Указ номер 365, продуглеживая устранение администрационных барьеров у этой сферы. Документ замацовывая право жахару сельской мясовости, яке мают земельные участки, предоставленные для будавництва и обслугования жилого дома, займаться агроэкотуризмом без изменения метового призначения этих участков. Ранее оказывать послуги у сферы агроэкотуризма могли бы ключ на грамадяне, яке мают у корыста неземельные участки, призначенные для ведения особистой подсобной господарки. Субъектам агроэкотуризма так само предоставляется право оказывать додатковые послуги, проводить презентации, юбилеи, банкеты. Сгодно с доручением старшини Гомельского облаконкама, до 15-х АК Стрышника усёпячное отяпление у приватным секторы повинно быть приведено в парадок. Особливая увага звернута на домовладание, где проживают шмодетные семьи, одинокие состарелые, так само грамадяне с так званой группой «Рызыки». Разом с наглядальной комиссией у рейдной кераваўся Олег Сенсюроум. На сенество Долголецкого сельского совета маль 1400 человек, 20% узых, находятся на постоянном контроле наглядальной комиссии. И в этом списе шмодетные семьи и одинокие, яким потребна допомога, разом с ним 25 человек относятся до так званой группы «Рызыки», зауживают алкоголем и ведут асоциальный лад життя. Работы наглядальных комиссий – один из самых действенных на керунку попередживания несчастных выпадков. На Гомичине я напрасуюсь с 2011 года, и за этот час олькость пожаров у жилом секторе снизилась на треть от закинувших на их людей на полову. Хоть полностью выключить несчастные выпадки, покой не отримливается, на передадни у Петриковском районе на пожары закинул ящий один человек. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате был обнаружен труп хозяина домовладения 1959 года рождения. В результате пожара уничтожена кровля и повреждено имущество внутри, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Женщину, которая живет в этом доме, господиней назвать тяжко. Гроши копают, основанным только на алкоголь. Наглядальная комиссия тут не упершиню, а не усе за уваги женщину парты игноруя, а тому знаходится под пинной увагой органу внутренних справ. Если они, скажем так, в течение года у нас более трех раз привлекаются к административной ответственности за нахождение, распитие спиртных напилков в общественных местах, там либо поступают жалобы от соседей, жителей деревни, значит, принимаются меры о их направлении в условиях ЛТП. И еще по адным адресе, яке наведывает наглядальная комиссия, проживая 55-годовый Миколай. Одинокий мужчина злоуживая алкоголем. Правда, подчас приходу комиссии он был тверозый и на выказанное за уваги реаговал адекватным. Быда и самое главное зараз заменить, по выразу специалисту, ведьми старую электропроводку. Проблемы у необходимых для этого сродков. Мужчина у парта отмавляется от працевладкования. В ГТДД наглядальная комиссия обоязково прийдет знову. Они категорически отказываются, на государственную работу идти не хотят. Они хотят что? Употреблять спиртные напитки, чтобы их свободное время было. А употреблять спиртные напитки, надо что-то заработать где-то. То они работают. Летом они идут в грибы-ягоды, зарабатывают и живут за счет этого. А в зимний период идут старым людям, пожилым помогают, то дрова поносить, то водички принести. Вот так они и живут. Еще одна категория жахаров, до которых обоязково приходит наглядальная комиссия, одинокие люди. Былому вязню фашистского концлагера Михаилу Адаменко 89 годов. За час знаходжения в этом доме проверяется все, что заховывается на горыщи, у яким станет пешное оттепление, на кольке беспечная электропроводка. За уваг внимания у кого, сам господар выказывает только подяки. Коли ему саправды была необходима эта помога, комиссия драговала худком. Приезжали обои, обои клеили, потолок покрасили, полы покрасили, проводку заменили. Все нормально, я доволен. Выники работы Управления архитектуры и города-будовництва разглядели сегодня на посяжении гомельского гарвы Конкама. Колька из воротов грамадян по ответной теме лето снизилось на 42% в сравнении с 2015 годом. Узмоцнена информационная работа. Проводилися сустречи с насельством, промейлени, выезды мобильных групп. Серед актуальных для Галины пытанью – знос, бдауництва и реконструкция домов, регистрация самовольно узведенных побудов и перепланировка. Вопрос остается актуальным по самовольному строительству. Хотя есть какое-то снижение, мы видим процент, но однозначно остались те стереотипы, в котором люди ранее работали. То есть это и юридические лица, и физические лица. Поэтому будет проводиться профилактика, она уже проводится. С вашей помощью мы, думаю, добьемся результатов. Проблемы остаются еще в вовлечении оборотов неэффективно используемое имущество. Поэтому всеми силами я и мои специалисты будем проводить эти работы. Я думаю, что эффект мы увидим в ближайшее время. Згодно с генпланом Гомеля, различным до 2025 года, приоритет належит повышению якости городского ассародзе. Оно продугледжевое захование иснуючих и створение новых доброупорядкованных территорий зеленения для поддержания экологичного баланса. Протягивается распроцовка проекта по планированию широкого территорий. Это у приватности территория вокруг палаца легкой атлетики, районы улиц Добружской, Феодзюнинского, Лепяшинского. Так само плануется завершение сядибного будовництва у Романовичах, новым життям, червоным маякам, химах, прибары и по улице Оранжерейной. Все не означается сусветный день психичного здоровья. Он призначенный на 8 неиздарма. Скорочение светлового дня, ослабленный иммунитет, сприяльное хлеба для депрессии. Как заховать здоровье, выстоять перед життевыми тяжкостями и где шукать допомогу, расскажет Ганна Ковалева. Ритм життя все худший, психоэмоционных нагрузок все больше. До этого списка даются життевые проблемы. Увы, не кудренный настрой, апатия, а за имя тревога и депрессия. Такое бывает с кожным, однако не у всем по силах самостоянно пережить нервовое расстройство. А коли его причиной становится смерть близкого человека, сургезные финансовые и иншие проблемы, справиться со стрессом бывает складано. Специалисты означают, у кожного в этом сенте есть болевый порог. Кто с тем может вытромать многое, кто с тем не. К тому, стан психичного здоровья вызначает только внутреннее оставление до проблемы. Человек, прежде всего, видит ситуацию вне, а потом он переживает ее внутри. И в результате, в зависимости от человека, может быть тайленная реакция. Очень важно заботиться о собственном душевном здоровье. Душевное здоровье – это так же, как и здоровье тела. Но в последнее время люди об этом просто забывают. Подобно так, как мы заботимся о своем теле, человек должен заботиться о своей душе. Тех, кто эмоционально не усила справиться с тяжкостями, с хильной, до неурозов, за якими тягнется долгий шлейф наступства. Например, алкогольная залежность. Менавида тому, да и еле шеи не урочирают, подыходят комплексно, не обмежевываться медикаментами, а трамать психологичную допомогу. Пошла полная подмена понятий. И у нас зачастую люди не понимают, как лечится зависимость, что делается, что надо делать. Они считают, что лечение алкогольной зависимости – это какой-то сугубо краткосрочный подход, какая-то одна процедура, один укол или одно какое-то мероприятие, и человек освобождается. На самом деле нет. Требуется комплексный подход для того, чтобы человек нашел выход из этой ситуации и решил, как для себя дальше строить свою жизнь. Самое сумное, коли у якости с уходу от проблемы, человек выбирает суицид. И хоть колькость таких выпадков у опошнича стримается на одном узровне, проблема актуальна. До депрессионных, невротичных и истеричных станов больше схильные женщины. А тяжкие хроничные захворывания, таких, как шизофрения, частей покутают мужчины. В течение последних 10 лет в общей популяции психические расстройства увеличились на 20%, а невротические расстройства на 30%. Это и мировая, и республиканская тенденция. То есть тенденции и цифры практически, что европейские, что в Беларуси у нас совпадают. При этом люди часто боятся звертаться за психологичной допомогой. Одни остыргаются осуджение знакомых, інши – трапить на офицерный улик. Специалисты выполняют, отримать консультацию можно абсолютно анонимно. А кроме такой психологичной поддержки в любой час дня и ночи оказывают по телефону доверия в Гомеле 315161. Дорогие, с начала года его набрали около 4000 раз. Люди звертаются с разными проблемами. И в основном это социально-поспеховые граждане, которые не боятся выкористовывать свое право на поддержку, вместо того, чтобы заставаться с проблемами сам нас. Ганна Ковалева, Игорь Марышин, Кателерадо, компания «Гомель». У Гомеле протягиваются акции по профилактике хвороб системы кровозворота. Подчас их проведения в буйных гандлевых объектах специалисты вымеряют артериальный тиск и дадут консультации по здоровому ладу життя, харчевании и рухальной активности. Все жадают, что могут доведаться про свой индекс массы тела и отримать навыки самостоянного вымерения тиску. Завтра акция пройдет с 14 до 16 годин на центральном рынке, калявого ходу укрытый павильон сбоку в улице Селянской. 18-го Кастрышника наведвальника учакают у супермаркете по улице Сухого, 2. Опошня у гэты месяцы мероприемства запланована на 25-е Кастрышника. С 14 до 16 годин акцию проведут у супермаркете по улице Мазурова, 79. Простовники Гомельской в области рыхтуются до уделу у 19-м Сусветным фестиваля молодых студентов. С 14 до 22-го Кастрышника гэты масштабный форум будет проходить у Сочи. У составе белорусской команды 24 человек из нашего региона. Сегодня яны отримали специальные подрихтованные значки делегатов. Молодости юнацтва – левший час для открытия и здействия. Сусветный фестиваль молодых студентов у Сочи повинен объеднать больше 20 тысяч человек со 150 краин света. Плануется, что и он станет найбуйнейшей подеей в сфере международного молодежного взаимодействия. Минавито там у улик делегатов от Гомельской в области, які на форуме будуть представлять нашу краину у составе белорусской команды, увайшли лепшие из лепших. Гэты самые вынаходливые, талиновитые, инициативные и метанакированные молодые люди. Активисты громадских объединений, удельники и переможцы престижных, интеллектуальных, творческих и спортивных споборництвов. В урочистой обстановке у Сеяны отримали специально подрихтованные до форума значки делегатов фестивалю. 24 делегата поедет представлять именно Гомельскую область от Республики Беларусь. Это самые активные, самые инициативные молодые люди, победители многих проектов Белорусского Республиканского Союза молодежи. Поскольку у нас год науки, из инновационных проектов мы везем туда победителя республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Это перчатка, которая призвана помочь людям в реабилитации после инсульта. А кроме представления распроцовок молодых белорусских новаторов на фестивале в Сочи запланована презентация пионерского, студотрадовского и волонтерского руха белорусских традиций и досягнений Украины в разных сферах. Двиз всеолетнего форума «За мир, солидарность и социальную справедливость» «Мы смагаемся соприть империализму. Поважаючи наше минулое, мы будуем будущую». А тому еще одна задача для хатов белорусской команды продемонстровать, насколько наш народ миролюбивый и ветливый, миротворчая нация. «Главная ваша задача – презентовать Гомельскую область и Беларусь в целом, как уголок мира, стабильности и добрососедства. Показать, что мы открыты для дружбы и общения во всем диапазоне международных отношений. Кроме того, вам предстоит на своем примере показать, как государство относится к молодежи, какие у нас имеются возможности для ее реализации. Пусть каждый ваш поступок будет достойным и ответственным». Программа фестиваля «Усоши» включает и работу дискуссийных пляцовок. Это позволит делегатам разных краин обменяться в опытом и знайсти новых сябров. «Это действительно уникальная возможность побывать на фестивале такого уровня. Я считаю, что это отличная возможность набраться опыта. Также увидеть организацию подобных мероприятий изнутри, так как мой основной вид деятельности непосредственно связан с организацией проведения различных мероприятий. Поэтому считаю, что получу уникальный опыт». «Едем с предвкушением найти новых друзей, получить новые эмоции, достойно представить Республику Беларусь на Всемирном фестивале. Там буду представлять выставку общественного объединения Белорусско-республиканская пионерская организация. Пионеры всей Гомельщины изготавливали маленьких зубряд, которые будут потом подарены другим делегатам из других стран. «Сусветный фестиваль молодей студентов в Сочи будет ладиться с 14 по 22 Костричника. Своими уражениями делегаты форума поделятся с корреспондентами. Соржите за новинами». Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадио компания «Гомель». ГТ и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tsivergomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова